разрешите я всех нас нам покажу прямо все здесь да 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 наших рядах каждый день все больше и больше ребята прямой эфир начался рада всех видеть давайте сейчас пока идет оповещение доску не будет видно как обычно но я с вами на связи у нас тут вся россия как обычно особенно активно беларусь я прошу а а немножечко с вами познакомиться вас потрогать чтобы понять на каком этапе у нас аудитория зовут меня алиса зубрицкая в проекте майн-плекс я более полугода полгода я потратила на изучение данного проекта три месяца я была только инвестором 2 полных потом поехала по лекциям под семинаром присаживайтесь пожалуйста как раз для вас соответственно моя задача сейчас состоит в том что передать вам тот опыт и знания которые я взяла из майн-плекса и который мы готовы с вами поделиться один момент кто уже участвовал в инвестиция кто знаешь что такое инвестиция не чтобы понять хорошо хорошо а кто знает что такое уже майн-плекс хорошо но уже но уже поменьше я сама инвестор поэтому прошу любить и жаловать я непрофессиональный спикер вы на меня смотрите мне хочется вам сразу отдать все заберите только не смотрите так да 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 рассказываю своими словами как понимаю как знаю но обратите внимание у нас каждую неделю очень неделя расписано так чтобы вы имели возможность получить любую нужную вам информацию бывает потому что приходит технические специалисты люди которые занимались майнингом а кто знает что такое майнинг красота да 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 и они уже хотят более точно задать вопросы пообщаться именно с технарями это возможность у нас также имеется соответственно можете либо сегодня остаться всегда так бывает что после определенного мероприятия вы имеете возможность пообщаться уже с узкими специалистами мы все открыты мы все инвестора мы здесь нет на какую не за зарплату мы здесь только во благо отечеству хорошо мы знаем что такое майнинг кто не знает что такое майнинг что вообще вас найти а да помним 12 лет назад у нас началась криптовалюта майнинг это определенные серваки которые стоят происходит обработка утверждение подтверждение информации я прошу прощения если поставила по словам да какой-то момент за что вы получали вознаграждение виде биткоина все верно говорю виде биткоина что сделали специалисты майнплекс запустили токен майн который позволяет переместить ну грубо говоря оборудование токен майн мы помещаем в облако где происходит обработка информации за что вы подключаете вознаграждение виде монеты плекс чем здесь прорыв именно технологически более того мы через неделю уже летим в москву на международную конференцию не майнплекс а блокчейн чтобы вы понимали да потому что технология блокчейн ее используют вообще большое количество компаний разогналась 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 все дайте тоже вдох выдох человек да вас много я да вот что получается соответственно мы помещаем майнинг ноту некого облака где происходит обработка информации приходит вознаграждение видит крипто в виде криптовалюты токена плекс какой у меня возник следующий вопрос ну то есть мне пришло вознаграждение виде чего-то и куда мне это чего-то деньги ну логично соответственно что происходит на данный момент на пяти биржах когда я заходила было две биржи я заходила 1 мая то есть зашла и положила деньги как инвестор давайте мы будем смотреть что из этого будет происходить 5 биржах когда запрос по плексу превышает в разы нахождение этих самых плексов на самой бирже кто-нибудь мне ваш может помочь сколько во сколько раз вообще восемь раздаю ли у нас на самом деле прокачанный инвестор соответственно восемь раз то есть у нас с вами здравствуйте и есть безопасность в том наши с вами безопасность здравствуйте ну соответственно мы с вами понимаем какой безопасность майны ваши находится в вашем кошельке который никто не может зайти у вас оставь уже девушек мы купили оборудование поместили его свой электронный кошелек от которого ключ есть только у вас для меня это основной показатель безопасности кошелек ноты поместили майны поместили много пошло вознаграждение которое приходит опять к вам на кошелек каждый кошелек обезличен не написано фамилия и имя отчества доступ к нему имеете только вы следующий шаг а что делать с тем что в нашем кошелке плекса 5 бирж мы заходим продаем где спрос превышает 8 раз наличие этих плексов на самой бирже очень важный момент что сделала группа разработчиков майнплекс какой вопрос они решили скрипта валюты все мы знаем с вами что да такой bitcoin вы как бы там вообще не смущайтесь вы можете еще и закурить сигаретку но если что я тут одна я волнуюсь антон давай давай да соответственно какая проблема у биткоина bitcoin волатильный соответственно что важно для нас для предпринимателей я хочу отправить один миллион рублей от одного человека к другому если с биткоина мы говорим то это невозможно невозможно почему я отправляю курс может куда-либо скакануть все знают да уж сейчас уже 60 тысяч до куда-либо и нет никак уже что соответственно нет возможности перевести точную сумму денег что сделали наши ребята смотрите я нарисую день 1 вы вы лишь принимаете решение завести 10 тысяч долларов юсдт юсдт на кошелек дальше вы попадаете в семидневную паузу что такое что дает эта пауза то есть ваши деньги находятся в определенном в вашем электронном кошельке но начисление не происходит эти семь дней дают возможность прогнозировать курс то есть команда майн плекс видит что произошел закуп большой майна а это значит курс пойдет вверх вот сейчас например плекс находится в пике и команда к этому готовится и только на девятый день у вас происходит начисление плекс мы с вами в личном кабинете видим курс на 7 дней вперед на 7 дней вперед с учетом того сколько людей зашло за этот период это действительно стало решением проблемы волатильности то есть сегодня в моменте курс 206 юсдт отправляя вам я знаю сколько денег вы получите но самое важное вообще чего я восторге от майн плекс каждый раз на каждом шаге продуманы продуман комфорт каждого из нас как игрока на рынке как инвестора вы какой-то момент принимаете решение продать оборудование ну вот у вас и таки были вы сказали я не хочу больше не захочу заниматься вы продали оборудование вы продали токены май но вам еще семь дней поступают вот это вот эти начисления да вот эти начисления которые у вас есть за первые семь дней то есть понимаете первый день вы зашли он не считается на 9 уже идет начисление вот эта семидневная пауза вы не теряете ни копейки для меня это было важно это же как заходишь в определенное пространство если видишь как о тебе заботятся как тебе вообще в принципе что дают этим самым решен вопрос волатильности еще интересный момент вот сейчас пресс у нас пошел в личном кабинете мы видим лет это может быть связано паш а чем это может быть связано майнов вы купили много то есть зашел крупный инвестор да ваша это может быть связано с тем что еще но ты запустили нет а но это не принципиально да то есть именно вы купили много майна да и вы сейчас такие сейчас очень летим на день рождения нам говорят билет 200 плексов и либо 15 тысяч рублей поверьте никто не платит плексами никто не этот день присутствует на день рождения все только вот соответственно рублями и так у вас есть чуть чуть назад зафиксируем вас есть ваш личный кошелек который никто не может понять чей это кошелек никто не может у вас его забрать соответственно вы все свои финансы в нем храните вы контролируете курс на 7 дней вперед и вот тут еще важно для меня был момент вы у себя в личном кабинете видите курс а есть биржа все же знают что такое биржа все понимаем на бирже существуют трейдеры которые что делают они анализируют определенные криптовалюты они видят что растет вверх что растет вниз анализируют их закупают вы же владеете информацией на 7 дней вперед мы с вами вдруг предположим дам уже разные ветки событий должны предположить ну вот что-то произошло начали все майни продавать мы здесь внутри видим что происходит курсом лес куда он идет у вас есть семидневный запас безопасности запас времени чтобы выйти на на биржу где никто не знает вкусно вижу всегда но немножечко повыше чтобы вы имели возможность продать свои плейс потому что трейдера не владеют информации на данный момент у нас майнплекс зарегистрирована в районе 14000 кошельков но я обращаю ваше внимание что 14 кошельков а это не 14 тысяч человек это могут быть люди которые заходят золотыми золотой треугольник то не понимает что никто не понимает кто-то понимает ну есть определенная да тогда если мы с вами вернемся к майнам я сделаю на этом акцент первую лицензию вы забрали и под собой открываете еще два пакета две лицензии сюда вы кладете два кошелька свое оборудование майны и вам что опять же важно в майнплекс я сейчас рассказываю то чем горжусь вы зарабатываете соответственно ваш главный главный аватар вы зарабатываете смайли то есть у вас происходит генерация вы получаете бонус и вам сверху еще возвращается от того что у вас внизу закуплено оборудование с этих плейсов компания да ну это тактика на перспективу можно по разному тут уже мы с вами подойдем стратегиям я вижу просто что вы уже немного в курсе можно подойти к стратегиям если вы захотите и там есть разные на короткий срок на долга срок на другие перспективы вот тут о чем мы с вами говорили нужно садиться спокойно и рассчитывать а к чему вы именно стремитесь то есть что для вас важно для вашего развития так здесь рассказала давайте о самой компании компания майнплекс работает уже мы недавно в дубай отмечали день рождения один год компании что реализован дубай в дубай прям летали у нас причем здесь в красноярск вообще к видам всех снесло и я летела в москву я не знала сдам ли я там тест последний завершающий единственное кто добрался до этого дубая не знаю ни английского языка никуда ничего не знаю еще высадили меня не в том аэропорту в общем это было целое приключение стресса но что поделать а соответственно команда собранная разработчиков немножко отмотаю от начала когда я познакомилась с этим проектом у меня линейный бизнес я занимаюсь подбором кадров кадры вообще совершенно разные и одна из крупных моих веток каждый год в конце ущербного года я выступаю в аэрокосмическом университете когда выпускники и айтишники ребятки заканчивают и потом они идут компанию высокие технологии бизнеса на стажировку занимаются 1с это вот такие звездочки кто-то не удерживается но кого-то нахожу и и у моего бизнес партнера у которого средства это большая компания айти высокие технологии бизнеса там большой штаб наших ребят программистов когда мы только зашли в этот проект мы не еще не зашли мы начали его раскрывать смотреть мы отдали его на анализ нашим разработчикам ну потому что одно дело это сделать сайт и говорить слушай тут есть какое-то доверительное управление кому-то отдай деньги пускай кто-то где-то ими занимается это вообще не интересно для меня как человек который работает с кадрами я не им ею людям я знаю что каждый день я им верю я вам верю сделать в другом каждый человек имеет право на ошибку и когда я передали а потому и когда не Что происходит в нашем случае? Мы развернули сайт. Мы развернули блокчейн. Давайте поймем, что такое блокчейн. И вообще, а что здесь происходит? То есть здесь сейчас мы с вами разобрали один и первый источник дохода. Это 20% в месяц на счет стейкинга. Он же майнинг. То есть здесь у вас идет 20%. Плюс-минус, плюс-процент туда-сюда, смотря на какую ноду попали, округлим. На любую сумму в начальном вложении есть какие-то крючения? У вас главное, чтобы была 1 майнинг, любая транзакция. Кстати, давайте вернемся к этому. Любой перевод денег у вас стоит ровно 1 цент. Любой перевод, любая сумма стоит ровно 1 цент. С любой суммы вы можете здесь начать именно вложение денежных средств. Иногда кому-то надо... То есть это идет с любой суммы, которую ты вложишь? С любого количества майнов. Да, а один майнг стоит 1 цент. Поэтому мы не можем сказать, что совсем с любого. Второй момент. Я обращаю на него внимание. Здравствуйте. Уже как-то так. Я поняла. Второй момент. Мы помним с вами за счет того, что курс сплекса всегда растет. В среднем это еще, смотря в какой месяц, 10-16%. Но так как я вам здесь не могу гарантировать, на какую сумму вырастет, то есть стоимость сплекса, мало того, что на 20% начислилась, так и это общая стоимость, она еще растет. Понимаете? Если надо, кому уточните, я еще раз перед этого повторю. То есть очень важно считать всегда в одной единице. Ну, грубо говоря, давайте у нас есть 10 тысяч долларов, 20% в месяц, это у нас получается 2 тысячи долларов. В данном случае это примерно 1000 плексов. Я округляю. То есть у вас здесь не 2 тысячи долларов показывается, 10 тысяч долларов у вас тут майны лежат. Помогите, даме? Нет, нет. Вот там еще один стул есть, мальчики? А есть отличие майны от плексов? Конечно, конечно. Вот этот терминоклант, перескачивайте с одного термином на другое, сюда случится, без сих пор как меня не описывается. Хорошо, что вы заказали. Вот, давайте, помогайте мне вопросами. Майн стоит всегда один цент. Майн равно, вот своими словами, это оборудование. Вычислительный эффект. Мощность. Мощность, которая работает. Майн это оборудование. На бирже не торгуются, нигде нет, осознанно. То есть как купить сервак. Вы там могли пойти в ДНС, вы могли еще что-то сделать, да, когда его закупаете. Плекс. Для меня Плекс, ну по сути для нас, это аналог биткоину. В биткоине приходит вознаграждение, здесь также приходит вознаграждение в виде Плекс. Плекс это токен, да? Это тоже токен, но тут в этом и фишка, что это два токена, которые позволяют контролировать как волатильность, потому что токен не идет на биржу. Ну, есть внутренние особенности. То есть это вычисличная мощность, токен это Плекс, это вознаграждение. Помним, пять бирж. Кому нужны пять бирж, какие вот эти точные моменты, все оставайтесь, там уже узко дадим информацию. Хорошо? То есть прям заходите, смотрите глазками, заходите на биржу, потому что все открыто. Вот в этом проекте мне не нравится, что все открыто, все можно перепроверить. Соответственно, возвращаемся сюда, да? У вас лежит в объеме 10 тысяч долларов майнов. Один майн, один цент. А это еще два нолика. Один миллион майнов. Но весит этот миллион майнах в долларах 10 тысяч долларов. Понимаем? В одну валюту приходим. Здесь вам за месяц пришло вознаграждение в виде тысячи Плекс. Но стоит это все дело на данный момент 2 тысячи долларов. Вы представляете, в течение месяца вам ежедневно, 20%, приходит начисление ежедневно. Вы хоть каждый день можете снимать эти деньги. Но на бирже и внутренний курс-то растет. То есть Плекс можно в майне переводить? Да, конечно, конечно. Вы конвертировать можете, там другие моменты. Можете на бирже продавать. Это все открыто. Но я к чему веду? Мало того, что в начале месяца он стоил 2,06, да? А к концу он у нас сколько через неделю уже будет? 2,19? 2,19. Через 7 дней. 2,19. Это не каждый месяц происходит только на 20% рывок. То есть потому что закупили токены майна в определенном участке. Поэтому я говорю, 10-16% происходит удорожание. У вас за один день 10, за второй день 20. И у вас, если мы переводим валюту, то здесь уже будет не 2000 долларов просто умножить на 2, а плюс еще где-то 10-16%. Да, но мы не можем гарантировать, какой месяц мы не знаем, кто сколько выкупит майна. А какой вообще прогноз курса? Потому что есть примеры, когда курс обвалился. А мы готовимся ко всем ситуациям. Поэтому на данный момент мы видим на 7 дней вперед. Если касается Сибири, это то, где мы находимся и с кем мы общаемся, с теми людьми, мы видим, что наше общество совершенно спокойно, и мы деньги только вкладываем на данный момент. А это тоже, это же биржа. Чем осуществляется, подтверждается стоимость любого токена? Тем, что им люди пользуются. Спросом. Спросом, конечно. Либо что мы его все не скидываем махом, да? Где гарантия, что через месяц, через два спрос? А давайте я вам гарантии давать не буду. Но знаете, какой у вас есть шаг? Вы видите его на 7 дней вперед, а биржа не видит. А такой момент уточните. Например, я вижу, что курс падает. Я решил вывести. Вы сказали, что выводится в течение 7 дней. Не, не выводится в 7 дней. Продолжает отчисляться, да? То есть курс фиксируется на тот момент, когда я решил деньги снять. О, давайте зададим вопрос. Паша, на какой? А когда вы на бирже продадите, когда эти фиксируете курс? А когда я его на бирже продам? Ну, смотрите. Ну, смотрите. Допустим, у меня прямо сейчас, не знаю, 10 тысяч майных, плексов. Я решил их сегодня продать. Я знаю, что через неделю курс упадет на 20%. Я это могу прямо сегодня продать? И мне 7 дней еще будет это капать, да? Еще через 7 дней, да, продадим все. Да, то есть мы не теряем первые 7 дней, когда они у вас находятся в окно штаба заряда. Мы на бирже продаж. Плексы, да. И майный продолжат работать и 7 дней, и 27. Да. А курс, вот этот курс это чего? Плексов или майных? Да, подождите, вернемся сюда. Майных всегда один цен. Майных всегда один цен. Плекс на данный момент стоит один плекс. 2, 0,6. Ну, майный, то есть через майный происходит стейкинг плексов, правильно? Абсолютно верно. Майный это оборудование. Ну, да. Ну, то есть, чем больше оборудования, тем больше... 20%. Да. У всех есть вариант, через месяц, например, снять сливки, либо вложить их опять в центр. А это мы уже подходим к стратегиям. Сейчас могу тоже про них рассказать. Здесь откуда деньги берутся, вам понятно? Если не понятно, скажите. Очень важно понимать, деньги в проекте берутся не от количества платчиков. Ну, то есть, мне... Вот вы внесли 10 тысяч долларов, это ровно ваши 10 тысяч долларов, от них ни кусочка никому не отвалится. Вот для меня это тоже было принципиально важно осознать. Ну, то есть, я принесла сумму денег, да? Я вложила ее, а что, ее кто-то может подерванить? Нет. А почему тогда вот этот треугольник образуется? Вы говорили, что нежестоящие... Разно вы принимаете решение зайти в проект, вы выкупаете лицензию, и все, и вы с ней стартуете куда хотите. В какую сторону? Хотите, да. То есть, бинарная система, насколько я понимаю. Это если к маркетингу. Это если к маркетингу. Так? Разно выплатешь. История по лицензии. Так? Она же сколько-то стоит? А мы сейчас придем. А, вы их... Хорошо? Да. Потому что у меня была установка на минимальную сумму, которую я могу отнести, в результате чего я получу подарок в 30 мая. Вот я с этим вообще... Это называется кэшбэк. Вам автоматически он возвращается от любой суммы, с какой бы вы ни зашли. А мы еще до этого не дышите. Да, сейчас пошагово. Еще вопрос такой мы сдали. А где гарантия, что трейдер в бирже не выкупит себе лицензию и не будет... Конечно. Нам всего 14 тысяч. Спрос превышает 8 раз предложение. Все трейдера на всех биржах не могут быть в Майнплексе. Мы это физически видим. Это прям факт. Это прям факт. Хорошо. Еще очень важно. Очень важно. Вот эта площадка, вот эта площадка блокчейн по-русски, нам полностью все расходы несет головная команда Майнплекс. Мы лично знакомы с Александром Мамасидиковым. Это основатель Майдерс. А где просят эти дома? Александр Мамасидиков. Ранее опыт у него в 8 других криптопроектах, когда он работал в Найме. Ну, то есть, с командой. Так он и собрал команду специалистов. Но неизбежно же, когда работаешь в какой-либо компании, там поработал опытом, там, 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 ты каждый раз растешь. И он пришел к тому, что вот, я готов свое запустить. Нашли мы инвестора. Почему, кстати, рождение было в Дубае? Потому что главный инвестор, он у нас там и живет. Это не все рестораны, а все же. Сейчас, как я знаю, компания по криптовалюту. У всех дня рождения в Дубае. Да? А, видимо, там основные. Да, 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 да. Тюклый. Да. Тюклый климат. Тюклый климат. Тюклый климат. Не мое. Невозможно ночью идешь, прям ты в этом воздухе зафиксировал. Да? Смотрите, вот мы плекси можем в Майне, а Майне... Майне это оборудование. Вы купили в ДНС сырвак, поставили его, вы его в биток перевести не можете. У вас всегда остается оборудование. Понимаете? Я, например, Майны потом могу... Среди комьюнити... Куда могу, например, хочу вот все деньги забрать. Хочу забрать все свои. Говорите, продаю Кубайны по себестоимости у вас с руками-ногами. А может не по себестоимости? Да. Если... Если возьмут. Ну, существует определенное, плюс 10% это минимум, с которым вам могут продать. У кого-то там хотите. Ты сказала, Майны на бежах не торгуются, то есть я, получается, вам не утренку могу продать между... Мы сможем. Абсолютно верно. Вы купили лицензию, вы сказали, я участвую в проекте, я подтверждаю свое участие в нем. Все, это входная дверь, вы зашли, и только в рамках проекта вы можете купить. Причем вы на бирже, вообще никакое действие не можете совершить, пока у вас не будет одного майна. Вот просто в вашем кабинете. Но вам могут его подарить. Ну, вот я вот подаю несколько людям, ну, чтобы они познакомились, посмотрели. Вопрос такой, они покупают у вас майны с 10% накруткой, и... Я не продаю, не покупаю, я могу выступить только гарантом. Ну, допустим. Если вдруг пришел у меня... Нашли, да, вот, готовы продать майна, скажем, там, 10 тысяч майна, да? Ну, не 10 тысяч, а получается 11 тысяч, да, получается, ну, с 10% накруткой. Правильно ли, да? Что-то не понимаю, разрешите, я оттуда записываю. Я нашел человека, который продает 10 тысяч майна. Да, вы говорите. Ну, он с 10% накруткой, получается 11 тысяч. Ну, то есть я ему, вот, я вам не подарю 10, я ему получу 11, правильно? Ну, 10 тысяч, ну да, плюс тысяча и 10%, да. Он не является... То есть он, этот человек, без лицензии. Он может себе... То есть я ему положил... Как он без лицензии? Ну, так, я ему положил 10 майна, подарил. Так. Он завел их, ну, получается, в кабинет. Так. То есть у него есть свой кошелек, все, у него лицензии нет. Так. Он покупает майны, и может синий кошелек майны, плексица, правильно? Но он без лицензии. Он может, то есть я так понимаю, что вот в этот треугольник или в блоку он не может стать никак. Вообще никак не участвует. Вообще, он даже нигде не отображается. Виден только его кошелек. Да, он, то есть он, как бы, участник проекта, но чисто без лицензии. Чисто инвестор. Да, чисто инвестор. У него просто будут идти плекси, плекси, плекси вот этих 10 тысяч майна. Понимаешь? А кто будет такой же, тоже 20% и вот это, то же самое. Только он без лицензии. Сейчас объясняю. Да. Объясняю. Если он не хочет идти дальше по пути маркетинга, то есть я, как бы, по доброте своей жизни, я его подаю. Это не маркетинг. Тут не маркетинг и дело. Дело в том, что мы заходим с вами в компанию, которая разома, нужно сказать, это так, я подтверждаю, я здесь, и вы через короткий период времени окупаете все эти деньги. Смотрите, как сейчас. Мы участвуем в различных зумах постоянно. То есть мы тратим свое время, день проходит, это зумы и конференция. Сейчас уже дополнительно. Вот вы зашли в рамках пакета, вы зашли на пакет 900. У вас в рамках пакета вы можете выбрать на 1000 долларов, соответственно, на майнах. Сейчас мы еще с вами имеем возможность докупить этих майнов плюс 50% это то, что еще разрешает Алексей Ермилов. Человек, который есть по стране, который рассказывает об этом проекте. То есть он говорит, да, хорошо, на 1000 долларов плюс 10% вы можете продать. Дальше, человек, не привязанный никому, то есть не находящийся в структуре непосредственно майнплекс, я не могу гарантировать о том, что его кошелек не будет заблокирован в целях безопасности. Я не могу гарантировать этому человеку вообще ничего. Почему? Наверное, месяцев 4 назад был такой момент, когда мошенники. Мошенники есть вообще везде. Не знаю, вы все есть в чате Майнплексибир? Да, да, да. Все здесь, да? Видите, да, что происходит, о чем я постоянно говорю. Что добавим? Кто не здесь, останьтесь, пожалуйста, мы вас добавим. Да, что происходило? На этапе платежа, когда вы с одного кошелька на другой пересылали деньги, мошенники подставляли свой хэштег, хэштег, господи, хэш, правильно. И, соответственно, перехватывали деньги и переводили себе. Знаете, что сделала команда Майнплекс? Они полностью заблокировали их пакеты, они заблокировали все платежи. У нас примерно одну неделю мы не могли нормально не завести, не вывести деньги. Нам говорят, это в целях вашей безопасности. Причем говорят, не просто куда-то пишут, а когда мы напрямую звоним главному разработчику, Вову Владимиру Родили, который тоже сколько раз общались. Много раз. Это люди, которые в зоне доступа, вы можете задавать вопросы. А если вы с ними общаетесь, вы же понимаете, что человек в схеме, правильно? Он же отвечает по вашим вопросам. Так вот, в этот момент мошенников выдернули, выкинули, а все остальные люди и ни одной копеечки, ни одного цента не потеряли. Поэтому, когда вы мне говорите о том, что вот он зашел, он себе завел кошелек, но он никуда не подключился, я не знаю, что с ним было. Алисия, может, Ирия Марукович? Давай. Чтобы сразу все все поняли, абсолютно, маленькая не так. Человек зашел, он сам разобрался, он сам купил, все сделал. У нас блокчейн децентрализованный, и доступ к кошельку нет ни у кого. То есть в этом плане никакие мошенники, просто мы говорим про то, что если он у нас не в команде, значит, он во всем разобрался, сам все умеет делать, он как бы, ну, не с нами, он просто инвестор и все. Но никто его кошелек не тролит, он как тут со своей ситфразы, так он разобрался. То есть он какой бы, как одиночка, он просто... Но мы им ничего не гарантируем, подожди, тот же самый Ермилов говорит. Он может, это все гарантирует. Да что я там ему гарантирую? То есть у него есть свой кошелек децентрализованный. Он так же, если он будет на бирже, он дает все. Просто мы, он как бы с нами не в команде, вот и все. А то, что у него сохранность денег, это как бы 100%, это нам как раз гарантирует децентрализованность системы блокчейна. Я не про кошелек вообще, в принципе, что он куда-то денется. Я говорю о том, что в структуре мы потом не можем гарантировать, что там происходит. А ему на этой структуре вообще безреки. Ему на все не гарантии, и он будет жить спокойно сам. Нет, ну а в чем гарантия структуры, что да, вот я вижу партнер, когда перевожу там деньги, в чем гарантия, то так же мошенник может подставить и вывести деньги. Нет, у вас из ТШК не могут ввести деньги. Ну вот сейчас, вот, переводы. Может, уже самая транзакция. Я поняла. Смотри, что происходит для меня, когда я нахожу в структуре Майплекс? У меня есть всегда вовремя информация, когда за меня ответственным какой-либо человек, это человек, который меня привел. У меня рядом есть доступ к разработчикам, к руководителям проекта, которые вовремя нас анонсируют о том, что происходит. А мы работаем с информацией. И это очень важно. Понимать, а что вообще в принципе, куда мы дальше двигаемся, и в какой момент реагировать. Потому что мы работаем все-таки с биржами. У нас стейкинг. Мы на данный момент находимся в правовом поле. Это очень важно понимать. И самое главное, покупая майны внутри своего кабинета, делая реинвест внутри своего кабинета, в рамках своего, вы находитесь в полной безопасности. То есть вы не докупаете их. Вот смотрите, что такое лицензия. Лицензия дает право выкупа вам по минимальной стоимости майна оборудования столько, сколько вам надо. Вы нажимаете в своем кабинете кнопочку. У меня были ситуации, когда на главной панели замораживали. Замораживали, потому что было... Опять перескочили, потому что я сижу тут догоняю уже информацию по ходу. То есть для чего вообще, что такое лицензия, что она дает? Потому что я уже услышал, что могут подарить майне, и можно начать и вытекать, и милиночкой там проливали. Так. А что такое лицензия? Как ее взять вообще? Откуда она? Что это такое? Сейчас придем. Сейчас здесь завершу. Соответственно, лицензия дает вам право по самой низкой стоимости выкупить определенное количество оборудования, которое уже, по сути, находится в вашем кабинете. У вас далее вы можете сделать как реинвест, так продать плексы. И вот здесь это все проходит в рамках вашего пространства. Соответственно, лицензия дает право выкупа оборудования по минимальной стоимости. Ответила на вопрос? Это помимо безопасности. То есть нет лицензии, ты покупаешь с 10-процентной надплаткой. Мы принципиально не работаем с такими лиценками. Если он идет, то не продают. Если я нашел у кого-то, кто-то говорит, что продал, он говорит, наценка 10%. Я у него согласен купить. Все он купил. Вопросов нет. Все он только на ваш право риску. Мы же говорим, даже ладно, там тысяча долларов. Ой, бог с ними. Ладно, пять тысяч долларов еще. Как-то переживем, да? А когда люди заходят 10, 15, 20 тысяч долларов, найти кого-то, кто мне перепродаст, инвестора, которые заходят деньги, ну это прям совсем не серьезно. Кого вы найдете? Причем у него наверняка нет такого объема. Вам приходится работать с разными видами людей. Соответственно, где вы их точно лично не увидите. Потому что в основном все происходит вот так. И вот когда вы говорите, да, я так могу, знаете, что мы делаем? Мы говорим, Натя, пробуйте. Ну то есть прям попробуйте, реализуйте это. И вы все это время остаетесь один. Кто вам поможет? Ну я так понимаю, что еще плюс в том пакете, что всегда есть поддержка команды, да? То есть нужно обратиться к разработчикам. А тут уже себе помощь-то никто и не окажет. Ну конечно, вы вне пакета, вне рамках сообщества, в котором мы все находимся. Отвращаю ваше внимание, лицензия это разово. Разово. И это по сути ваша выгодная стоимость оборудования. Далее, ввиду там определенных скромностей. Но я считаю, что надо просто попробовать понять, что такое команда. Когда в любой момент времени заходите в офис. Когда вы не просто заходите, вы говорите, у меня не работает первое время. Знаете, вот подключись к интернету. Сидим уже возле ротора. Майнплекс 9876 подключил. Зашел, зашел. Вы знаете, но это же когда заводишь деньги, ты же испытываешь определенную стрессовую ситуацию. Очень важна поддержка здесь людей. Где-то что-то непонятное. Я позвонил и... Пришел, позвонил. И Евгению звонил. То есть все. Конечно, конечно. Я объясняю это понятно. Только Евгению не говорите, что вы подарили человеку, он где-то на бирже. Тот прям... А еще знаете, почему это вызывает, например, у Евгения Огишева? Если ты нас смотришь, Жень, привет, он сейчас в Турции на обучении. Мы очень много времени и сил вкладываем в этот проект. Почему? Это проект, в который ты погружаешься. И это приходит со временем. Когда вы понимаете, что кто-то еще что-то делает именно для вас. Это на самом деле удивляет. Потому что я лично в это не верила. Кому я нужна? Ну, как бы я же живу, знаю где, да? Почему кто-то должен обо мне заботиться и думать обо мне? Я об этом сейчас вообще ничего говорить не буду. Но когда ты вкладываешься, ты, конечно, действуешь. Ты понимаешь, что есть ради чего стоять вот так вот доски, отвечать на ваши вопросы до конца. В технических моментах не доразбираясь. Но поехали дальше. А сколько лицензия стоит? Я пришла к этому. Я пришла к этому. Поехали. Лицензия 300, пощелкать. Здесь это разовый платеж. Имеете возможность докупить майное оборудование, да? На 300. И это мы делаем плюс. Дальше. Мало пакет 600. 900. Не пакет. Это прям ошибка. Разовый платеж. И майный, который у вас с оборудованием работает. Можно закупить майный на 600 раз. Следующий. 900 разовый платеж. 1000, это майный. Давайте я сейчас расскажу, а вы потом, если будут вопросы, вы мне их задавайте. Хорошо? Это все в долгом. Это все в долгом. А, да, ЮСДТ. Когенизированный налог. Да. Дальше. 1800. 2500. Вот смотрите. Помогите мне, что там дальше. 1500, 2500. Ну? 2500 и 7500. Что там? 2500. 5 и 7500. 7500 это VIP. Это как раз те ребята, которые забирают VIP пакет. Они могут купить на 100 тысяч долларов. Я о долларах буду говорить. Чем выгоден пакет? Его забирают для того, чтобы, ну, в том числе, либо свою инвестицию сделать, либо чтобы перепродажа. Кто занимается продажей, покупкой в майнах. Тут тоже происходит момент купи-продажи. Давайте возьмем средний. Вложено в эту сумму сколько у нас? Помогите мне, пожалуйста. 3500. 4300, да? Итого расход 4300. 2500. Плюс 20 процентов у нас получается 500 долларов. На следующий месяц? Я рассчитаю сложный процент. Упаливаете за 4 месяца? Это сумма вклада 5 месяца. Потому что 20 процентов. А мы давайте, у нас же произошел полный с вами расход. Правильно? Еще и сложный процент, а это еще укорачивается время. Считаем. Я вообще беру по максимуму. Вы вложили 4300. У вас расход был 4300. Правильно? Все. Считаем от этого. 2 520 процентов. 500. На следующий месяц у вас уже 3. Плюс 600. 3 600. Каждый месяц 20 процентов. 3 600. Это у нас уже получается 720. Кого из калькулятора рядом? Помогите. Я помню. Все. Это может край. 4 320. 4 320. Какой это месяц? Раз. Я все правильно посчитала? 2 3 4. Дальше знаете что делаем? В обязательном порядке выводим деньги. Вот прям держите. Другой есть шаг. Смотрите. Вы получили 2 500 в первый месяц? Снимите 500 долларов. Итого у нас 4 500 я округлю. Это получается 9 месяцев. Если вы каждый месяц будете снимать 500 долларов. Хотите делайте сложный. Хотите снимайте ежемесячно. Но я всегда все равно рекомендую. Снимите первый год. Подержите в руках. Хотя всегда говорят. Давай сниму, сниму. Мужчины 100 процентов всегда делают 3 инвест. Либо добивают другими. Разбираясь в глубокой структуре Майнблест. Потому что вам доходность приходит. Возвращаемся к бинару. Вот находитесь вы. У вас в любом случае происходит наращивание бинара. Вы в этом не участвуете. Вы зашли как инвестор. Но у вас в любом случае происходит отдача от тех людей, которых под вас ставят. То есть один человек может под себя подставить только двоих. У вас это происходит неизбежно. У вас происходит склапывание. Но я не буду сейчас об этом. Потому что большая часть у нас сейчас инвесторам. Вопросы? Так, посмотрите. Вот 1800-2500. Давайте дальше выйти. На 4300. Если у меня 5000 есть, к примеру. Я уже не могу этот пакет купить. Вы вообще можете все что угодно. У вас есть 5000 долларов? Ну да. Доллары. У вас есть 5000 долларов. Все. Я покупаю пакет вот этого 1800-2500 не трачу. У меня остается там вот. У вас остается 3200. 700 долларов. Так, что-то я запуталась. Ну и тратьте 700 долларов. У вас еще остается возможность докупить майну постепенно с реинвестора. Покупайте майну. Все по этому. У него все опять, он бросает сразу. Он на 700 долларов покупает майну с 10%. Увеличивая степень. А, да. Ты видишь меня? Ну что ты меня? Ну что ты? Ну, ну. Ты 1800-2500. Виталий, я буду старик. Он, ну, он как раз просет. А все, ты сейчас не кричал. Нет. Человек задавал вопрос. 5000 долларов. Да. То есть он имеет в виду, что если он купит в рамках пакета 1800-2500. Ну да, решил я пакет 1800-2500 взять. Здесь я вижу, что 4300-2500 это максимум. Да, я могу взять. Больше я могу взять, чем на 4300-2500. Вот у вас осталось 700 долларов. Да. В рамках 700 долларов вы можете купить майнов на плюс 10%. А, вон чем. Просто дороже вот это. Не по одному центу, а плюс 10%. Один на один. Где-то с рук. А еще, допустим, если у нее есть жена, у нее еще 700 долларов. Покупает маленький пакет и жену подставляет под себя. Покупает маленький пакет. Здесь столько много разных вариантов для маркетинга. Сейчас, сейчас, сейчас. Ребят, обратите внимание. Смотрите. Вот здесь очень важный момент я упустила. При выборе любой лицензии 10% у вас идет кэшбэк. То есть у вас здесь будет не 2 500, а плюс еще 180 долларов. Очень важный момент упустила. Вне зависимости от пакета. Всегда 10% в кашпроектах. Всегда. Ну то есть, что я за 300 возьму, 300 плюс 300, вот 600, например, у меня есть даже... Слушай, это пощелка. Нет, ну я вот, к примеру говорю, пятерка есть у меня, вот я вот 300 плюс 300 беру, соответственно, у меня есть такие, сколько у меня получается. Что значит такое пощелка? Прикоснуться к этому проекту. У меня есть отец из вашего кошелька, я знаю, сколько у вас плексов. Мы сегодня их будем менять, я бы на вашем месте была аккуратнее. То есть на 4,700 я вам выберу с процентка в 10%. Нет, нет, мы не можем, мы получим по шапке. Вы имеете возможность, я вам рисовала, еще раз говорю, вот здесь пакет, у вас здесь есть на 2,500 возможность? Ровную сумму 2,500 мы еще вам можем помочь докупить плюс 10%. Все остальное на ваш тракторизм договаривайтесь, с людьми где-то покупайте, мы не можем. Вот это я хочу сказать, в каждом пакете сколько я могу добрать с наценкой 10%. Да, вот это нам разрешено. 50% от стоимости. Да, да. То есть я купила вот это пощелкать. Да. Мой следующий шаг, правильный, мой следующий инвестиционный шаг. Сделать апгрейд до 900 и дальше начинать двигаться. Даже чуть-чуть, и конечко, да, убить. А зачем апгрейд до 900? Есть смысл прыгать по ступенькам, либо лучше сразу купить пакет через день? Здесь нужно четко понять для себя, почему говорит Олеся пощелкать. То есть зайти в проект, посмотреть, вышли ваши клиенты, продать их на бирже, то есть то, что все работает. Допустим, потом сделать апгрейд. Если вы 100% для себя приняли решение, что вы инвестор, и вам вообще неинтересна абсолютно вся партнерка, тогда можно действовать в рамках того, как вы сами... Спасибо, у нас тут дискуссия. Если, допустим, как я заходил, я абсолютно 100% для себя знал, что я никогда партнеркой заниматься не буду, от слова совсем, потому что я не понимал. Товарищ строитель, в общем-то. Когда с этим проектом... Я тоже в этой квартирке ничего не понимаю, и пока я еще даже... А здесь два варианта, хочешь ли ты в этом разобраться, либо ты не хочешь в этом разобраться. Когда ты в этом разбираешься, то становится интересно, здесь помимо дохода как от инвест-продуктов, здесь появляется дополнительный доход как от партнерской сети. Поэтому в этой теме, когда мы покатались везде, чтобы зайти в этот проект, я вот объяснил, что мы в Сочи, в Чебоксары, в Казани везде катались, в Калининград, знакомились непосредственно с руководителями этого проекта, с Александром Васильевым, с Армиловым. То есть, можно сказать, что это наши уже друзья. Полностью у них узнали, откуда берутся деньги, как это все. В этот проект поверили, зашли. Как инвестор я зашел. Но потом, когда разобрался, сейчас, конечно, мы уже занимаемся партнеркой. Абсолютно-абсолютно другой уже доход. Больше понимания в этом проекте. И когда ты в партнерке, то есть, постоянно тусуешься, общаешься, ты понимаешь свои стратегии, что можно зарабатывать. Кто за чем? Кто за деньгами? Около десяти, ну, максимум вариантов, как можно зарабатывать деньги. Стратегии разные. И пакеты делать, и пакеты. Я надел вариант освоить. А тебе-то уже. Ну, нет. Здесь понимание такое. Либо интересно, либо ты как инвестор, либо ты развиваешь... Виталий, я тут уверена просто, что это всегда... Деньги любят... Вот уединение, и с каждым человеком важно разговаривать наедине. Не когда мы вам вот там можно так, можно так, но потому что это все равно выстрелы куда-то в небо. Если у вас есть интерес для того, чтобы... Давайте побеседовать. Вот у меня есть... Вот так и так я хочу. Что я могу сделать? Как работаю я? Я вам предлагаю несколько вариантов. Не когда я говорю ровно так, да? Но иногда... Всегда у вас есть опасный вариант, когда вы можете куда-то пойти. Самый безопасный на входе, это вот этот вариант. Ну, во-первых, смотрите, у вас здесь начинает сразу же... Вы начинаете отрабатывать деньги, которые вы хотя бы трогаете. Здесь у вас уже 1090, которая работает, это плюс 10% кэшбэк. Так мы тут с вами хоть какие-то деньги трогаем? Вот объясните эти расчеты. Я что-то не могу дознать. Данную математику дальше понял, но откуда изначально эти взялись? Ну, вот такая история. Вот подождите. Вот давайте вот этот пакет, на котором мы сейчас ставим 900. Вот этот? Давай. Я его покупаю за сколько? За 1900 USD. Ну, за 1900 USD. Все вместе затрата за 1900 USD. И что я получаю? Я получаю 900 майнов. Ага. Все, 900 мы заплатили, вы зашли в свой личный кабинет. Еще раз. Вы зашли. Вы заплатили. Первое. Вы заплатили 900. Вы зашли в свой кабинет и плюс открыли кошелек. На этот кошелек вам сразу же упал фэшбэк 90 долларов. То есть вы за него заплатили 810. Ну, по факту. Правильно? Так. Дальше. Вы видите, на заводе, который производит колбасу, тоже ее можно стырить. Правильно? Вариант украсть есть всегда. Поэтому давайте сразу на берегу определимся. Если мы хотим украсть, если мы хотим кого-то обмануть, то это уже не экологично. Это вот прям вообще не про нас и не интересно. Если мы говорим о том, что с завода можно что-то вылить? Да можно, конечно, стырить. Можно все что угодно. Дырку прорубить. Правильно? Понимаете аналогию? Мы говорим как здесь, как безопасно. Итак, вы купили лицензию. У вас пошел, соответственно, 90 долларов это кэшбэк. Дальше. По минималке. Вы не теряете за надбавку. Что, смотрите. 10 процентов, да? Мы с вами говорим. Нам нужно купить майны на стороне. Нам для этого нужно купить сначала USDT. За покупку USDT, маркер, ой, маркер. Ну, в смысле. Человеку в технапе платите 2 процента за то, чтобы он вам купил по выгодному курсу. Либо сами идете. У каждого есть возможность пойти самому. Дальше. 10 процентов вы за то, что... Это он купил вам только USDT. Да? Дальше вы что с USDT делаете? Вы покупаете майны. За майны вы еще 10 процентов уже другому человеку переплачиваете. Понимаете, какая цепочка людей, которые вот здесь у нас задействованы. Такое тоже 12. Здесь в рамках своего кабинета зашли и купили. Плюс еще 1000 долларов. Все погнали с вами считать. Мы с вами понимаем, что на четвертый месяц мы с вами всю полностью сумму отыграли. Подождите, стойте. Вы так резко скаканули. Вот мы... Я не знаю. Мы еще на 1000 долларов купили майны. На чем-то месяц ты его купаешь. В любом. где вы берете. Вас будет отбит. Если у него будет не сложный процесс. Еще просто будет отбит. Я не знаю, что ты рассказываешь. 300 отбился через месяц. Потому что мы с тобой кое-что сделали. Ты у нас попал в халки. Я вам сейчас не буду рассказывать, как халки. А это тот человек, который где ничего не понимает. Сколько? Я сказала сумму. Да, Антон? Так же было. Но мы словили халки. Давай ты не пойдешь в халки. Либо ты не выкрикишь, а просто слушаешь. Хорошо? А то так не интересно это слушать. Так, по смолу. Отбивка идет самая длинная. Это 8-9 месяцев. По виду это отбивка идет за 4 месяца. И по другим вариантам. В общем, от 4 до 8 месяцев. Но в среднем 6 месяцев отбивка. Если мы не делаем. Молодцы. Молодцы. Смотрите. Что-нибудь понятно? Давайте пишите, если есть. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Так, ну что, друзья, есть вопросы? Ой, вопросов стало еще больше. А вот как лучше? Может вопрос, ответ? Потому что скажет что-то непонятно. Я вот ответа тут от вас не до слышу. А взмокали обратно. Чего надо? Вы, я понял. За 500 купили лицензию. Дальше. с долларами кавалинки. При эксами. 1090 плюс 1000 я могу еще докупить по этой плате. Правильно? 1090 умножьте на 20%? Нет, вы же там говорили. 218 долларов. По пакету 1800 плюс 2500. Нет, понятно. Я могу потом еще 2500 докупить над бабкой. Соответственно, в пакете 900-1000 я могу сразу купить. За 1000 еще плюс 1000. Еще плюс 1000. Да. То есть у меня получится... 12%. Вы еще 2% даете. ДТ купите. Потому что если вы сами не на бирже, не зарифицировали... То есть 290, то у меня поэтому пакеты... Ну, я уже поняла, что вы там все все раздаете. Ну, вот кто затесался. Кто раздает жене? Я предлагаю вот такие индивидуальные моменты разбирать. Уже действительно вдвоем, втроем садиться и разбирать. Поэтому если в целом есть вопросы, говорите какие. Давайте мы до конца... Это только один из вариантов. Это только стекинг. Есть еще маркетплейс. Есть еще карты. Карты... Карты... Это... Это вообще на самом деле бизнес для бизнеса. Да. Но я считаю, что прямо сейчас об этом не стоит прямо перезагружать. А лучше уже приходите завтра, послезавтра. Всегда собираемся в это время. Давайте вкратце про партнерку. Каким образом она будет помогать вот закрывать вот такие... Смотрите. Свои расходы на обходе. Вот смотрите. Очень важно. Я за уважение друг другу. На этом строится наша комьюнити. А что касается партнерки, я приглашаю вас завтра в это же время. И мы уже собираемся теми, кому интересна партнерка. Либо оставайтесь сейчас здесь, и мы с вами еще покопаемся, я вам покажу, как туда зайти. Ну потому что в основной... Кому интересен маркетинг? Ну знаете, все когда говорят мне неинтересно, а партнерка неинтересна, я буду просто инвестором. По итогу месяца через три смотришь, у него уже вот столько людей. Я за добрую... И человек говорит, я же просто хотел быть инвестором. Мне партнерка была неинтересна. Но оно как-то там пошло... Я вообще ни разу не была в ни в таком маркетинге, то что линейный бизнес, перед кадровым делом, а у меня... Я из твоего... Вообще не... Да? Вам 100%. Еще раз? Гарантий нет. Гарантий чего? То, что говорили, вообще пофигу. 7 дней, ваш отдельный кошелек. Вы говорите про технические отношения? Отлично. Товарищи, господа технические специалисты. Можно вас туда пригласить? Пожалуйста. Пожалуйста. Паша, иди сюда, пожалуйста. Паша, иди сюда, пожалуйста. Паша, иди сюда, пожалуйста. Я бы сказал, что люди летят, во-первых, к нему. Во-вторых, это технология. Все равно он всегда... Ребята, разрешите. Да, я не надо... Всем спасибо. Все в теме. Да, вообще все. Да. Блочейном технологии. И компания, задача основная компании, Майнтрикс, сделать плекс, ликвидный токен. Для этого они что делают? Они все хотят сделать. Все компании хотят это сделать. Все биржи хотят это сделать. Что-то их токен будет. Груз. А когда на старте он хорошо растет, потом распадает и все. На старте какой период времени? На старте где-то год примерно, где-то полгода там, 8 месяцев. Нам уже больше года. Да, сколько лет биржи? Тринадцать месяцев. Тринадцать месяцев. На каждой бирже есть мейтинг. И конкретно команда Майнтрикс сделала для каждой биржи, разработала... Можно было не заморачиваться, у вас есть общая покупательская способность. Вы приходите в магазин и прикладываете карту. Закроет. У вас на ряду происходит конвертация. Наша правительство начинает бандить. С уважением друг к другу даем договорить. Это очень важно. Технические специалисты всегда волнуются чуть больше, чем я. Так. Сейчас этого не видно. Мы с мастер-картом заключаем сейчас все удалево-бумажные вопросы. Уже подписали договор в Дубай. Да, сейчас технически нам дали 2 месяца на то, чтобы внедрить. Это субличные карты получается, правильно? Именно. Именно. Магазин от вас получает рублей. То есть налоговой будет получать отчеты полностью. Слушайте, ну, подождите. У нас подоходный налог 13%, ребят. Вы нас не подписывайте на то, что вы там хотите либо не хотите. 13% хотите, ну, в смысле, должны мы платить. У меня тут прямые эфиры идут. Вы что тут делаете? Да. Давайте ваш вопрос. Нет. Не пересадят ли тут всех? И вообще ли не закроют? Слушайте. Давайте поближе. То есть я сам должен в конце года читаться передалоговать, сколько я получил. Ваши были губы личные темы. Нет. Ну, вот не связано. Если такие узкие темы, деньги любят тишину. Мы можем это все обсудить. Но да, вы правы. Да, вы правы. Раз в год мы обязательно платим 13%. Говорю как официально безработная. Молодая мама. Да. А мне рассказали, откуда они 20% дохода берут. Прикольно. Шесть вечера начинаем. Нет. Есть стейкинг, есть майнинг. Происходит обработка информации, вернее ее подтверждение в то, что удерживает блокчейн. Блокчейн вообще используют у нас Газпром, Сбербанк. Знаете почему? Почему уникальность вообще вот этой технологии блокчейн? Оттуда невозможно выдернуть ни единый блок и каждая транзакция прозрачна. Это может быть перемещение денег, что для банков важно. Нельзя что-то исключить и красть. Почему используют Газпром? Не банк, а именно по логистике. То есть логистика не важно чего. Денег, товаров, услуг. У них выехала цистерна, да? Она поехала в какой-то момент путь А, путь Б, она не вовремя пришла. Нельзя это исключить. За счет этого были убраны узкие стороны и всегда продукция передвигается точно в срок. То есть блокчейн позволяет прозрачно осматривать любую локацию, любое движение и исключает вообще момент воровства. Вот полностью исключает. Нельзя никак вломиться и что-то вырезать. Вот это очень важно. Вопрос был, откуда берется 20%? Давай. Здесь все очень просто. Это математический алгоритм, зашитый в блокчейн. Все. Эмиссия ограничена. Она никаким образом. Почему 20, а не 19? Без проблем. И можно и 40 сделать, и можно и 10 было сделать. Сделали математический алгоритм 20. 20% зашитый в блокчейн. Не меняется никогда. Но вы можете запустить свою ноду и еще сверху. То есть обеспечивать эту ноду, поддерживать, нести расходы на технических специалистов, на другие моменты. Это уже сложно. Да. Ну то есть варианты развития у вас есть всегда. Все зависит от вашего желания быть погруженным в этот проект. А я сегодня услышала запрос быть инвестором, вложить и наконец-то о каком-то доходе не думать. Раз в месяц взять, снять деньги. Я права? Я правильно же слышу? Кто здесь? Что я? Снимать раз в месяц. В каждый день. Вот какой сумм. Да нет, какой. Один единственный, что заплатить комиссию 1 мая. Один цен. Хоть бы миллион рублей вы выйдете, хоть 10 тысяч. Да, да, да. Да, да. Вообще вот философия Mindplex такая настолько вот интересна. То есть здесь вот многие далекие вообще от блокчейна, что к блокчейн, там биржи, все. Просто хотя бы как и не старая получать свои 20% в месяц. Многим, допустим, людей заинтересовало технологии именно сам блокчейн. Потому что здесь много присутствующих ребят, технологий, айтишников, которые этот блокчейн взяли и нам вывернули. И говорят, да, в этом есть технология. Раз есть технология, значит у нас есть уверенность. Олеся, молодец. Раз есть у нас уверенность, значит мы здесь все находимся. Мы четко знаем, что Mindplex рассчитан на 5 лет. Курс Plex будет стоить 160 долларов при полной эмиссии майнов. На данный момент, на данный момент, на рынке у нас по-моему 2,5 процента майна всего задействовано. Ну, в таком. То есть этого не надо делать. То есть для технарей здесь есть еще дополнительные возможности, как можно зарабатывать. То есть поднимать свои ноды. Для чего их поднимать? Создавать более децентрализованную работу для блокчейна. Причем для каждого такого технаря найдется определенные инвесторы. Мы готовы с этими людьми знакомить. Объединяйтесь и работайте. То есть если есть интерес развивать, поднимать ноду, мы однозначно найдем инвесторов, а они уже есть, которые говорят, дайте нам людей, которые готовы это все дело обеспечивать. Хорошо, что будет через 5 лет. А! Супер! Голосование? Нет, смотрите. Ну вот будет Plex, будет он стоит 160, потом... Нет, у вас наверное вопрос в том, Plex закончился, да, через 5 лет. Вот он стал 160 и все дело. Ну да, и все. И майнется лучше. Вот вы должны четко понимать, что самое здесь главное, это наш майнер. Наша вычислительная мощность. Мы на базе этих майнов можем запросто запустить и другой токен, и третий, и четвертый, и много-много-много проектов на этих майнах. Точно так же, как на Тезосе или на других блокчейнах, точно так же подключаются любые другие проекты. Тут нужно, чтобы спрос превышал стейкинг. Я просто в наличном проекте участвую, в ЮМИ, да, вот он когда-то стоил там, вроде, 70 рублей за единицу, а? А? Это что значит? Это скрампы проектов? У них своего собственного блокчейна нету, в этом-то все обидают. Они нас убеждали, что есть. А тут, вот, почему, вот, то же самое. Вот мы же, ну тоже много похайповали там, в пирамидосах, ну я там, в пирамидосах, поэтому очень было интересно найти такую компанию, где можно было четко и долгосрочно, в долгосрок работать. Поэтому, чтобы сюда зайти, айтишники от меня убегали все. То есть мне нужно было понять, почему это не какой-то хайп-проект. Не сайтик нарисованный. Поэтому, мы говорим, чтобы сюда зайти, мы каждый день, изо дня в день, в течение двух месяцев сидели с айтишниками. А потом ездили уже. И потом уже ездили и слушали. И непосредственно сами очень сильно хотели познакомиться с Александром Асидином, что мы, в принципе, в Чебоксарах и сделали. Вот в течение двух дней мы с ним разговаривали. Видно, что у человека первоначально 100% не деньги. Он абсолютно у него в первоначально. А Богородский? У него первоначально это однозначно, это все-таки правило. А Володя Роденко? Чтобы Майнплекс он вынашивал уже три года. И чтобы, так скажем, родить проект Майнплекс, они два года подбирали только специалистов. Потому что специалистов в области блокчейн, ну, очень мало. Очень мало. И когда кто-то говорит, что у кого-то есть свой блокчейн, это не так. То есть... Не, ну почему он есть у кого-то? Нет, нет. В смысле, если мы говорим... То есть когда-то не так его просто все это создать. Поэтому на данный момент в компании Майнплекс разработчиков около 60 человек. Которые находятся и в Беларуси, и в России, и в Украине. И в Украине. Я могу судить математически. То есть курс будет расти. То есть то, что кошелек защищен, тут вопросов нет. Курс будет расти всегда. Пока есть спрос. Вот. Ну, за счет тейкинга же, количество вот этих монет, словно их назовем, или плексов, оно уже будет расти. Вот. И его компенсировать можно будет только спросом. Не будет спроса, курс пойдет вниз. Ну, соответственно, курс заморозится. У меня там вопрос. Смотрите, в течение пяти месяцев вы забирали, скажем так, компенсировали тело вкладом. Скажите, пожалуйста, на шестой месяц вы выйдете из проекта? Ну, вы вложили деньги, вытащили. Но будет ли курс расти? Подождите, подождите. Вот просто будет ли курс расти, если люди будут замотивированы в проекте? Правильно? Ну, то есть будут покупать майны, будут продавать, покупать плексы. Тогда же курс растет. Вопрос. Давайте на ближнее будущее. Прям поймем. Через шесть месяцев вы отбили полностью тело вклада, вы его полностью забрали, и у вас осталось ровно на эту же сумму оборудование. Майна? Вы выйдете из проекта? Нет, конечно. Умничка. А через год вы еще где-то здесь побудете? Умничка! Что мы с вами понимаем? У нас как минимум рядом с вами полтора года полной безопасности, потому что вы только здесь сейчас, а нас только четырнадцать тысяч. А следующий хаулинг у нас... Через шесть месяцев. Давайте не про хаулинг сегодня. Не-не-не-не-не-не-не, подождите, еще через тринадцать месяцев. Нас этим хаулингом просто... Смотрите, вот есть такая... ... 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